Хваля Христа Тебя смущает, ты ждешь меня назад, нечистый дух, не жди, сам Бог меня оберегает, а Он меня не выпустит из рук. Я только Иисуса прославляю, напрасно от меня другого ждут, и камни, что в меня сейчас кидают, Когда я замолчу, завопию. Я благодарен Богу, что я дожил до дней, когда могу Его воспеть. Вам скорбно, что я стал воитель Божий, ну что ж, я не прошу вас не скорбеть. Скорбите, но скорбите лишь о том, что мир не так красив, как разукрашен. Не плачьте обо мне, я со Христом, а плачьте о себе и детях ваших. Сгорит, сгорит земная красота, не сладкие, но Божьи предсказания. Все, что бы ты ни сделал, суета, коль это не приводит к покаянию. Хваля Христа, я выхожу в эфир, благую весть неся заблудшим душам. Ты, что так скорбно смотришь, грешный мир, что славлю не тебя, а Иисуса. Стоят суды Господни на пороге, терпение Божье вылилось за край. Эй, ты напоминающий о Боге, не умолкай, не умолкай, не умолкай. Слава и слава. Тема проповедь, я хотел бы сегодня вот мысль вот эту, потому что вижу некоторые такие, как бы скажем, волнения происходят среди людей по всем местам. И бывает езжу по церквям, бывает с людьми общаюсь. Так много кто созванився, перезванився. В нашей церкви событий много. Я вижу, что есть проблема, проблема счастья в семьях. Тема называется «Счастливая семья». Проблема счастья в семье. Претендую говорить, потому что у меня семья счастливая. Поэтому претендую говорить. Вообще, конечно, когда, знаешь, начинают там проповедники о воспитании детей, говорят, у самого детей нету, либо они все в мире, там, ну, как бы сказать, не очень оно. Ну, или там начинают проповедники говорить, там, о святости, сам там его шатает. Ну, какие-то темы берут, ну, как бы иногда. Ну, может быть и надо, Бог, может быть, в удел берет, побуждает человека. Но, как бы, что ты, я помню, в институте сидел, в университете, пришел, пришел преподавать нам, нам преподавали экономику в условиях современного бизнеса. Что-то там такое. И преподавала бабушка лет 75, она такая, ну, просто педагог университета, ей поручили, она там прочитала тематические условия и преподавала. Ну, вот, честное слово, ее просто никто не слушал, все веселились, смеялись, шутили, анекдоты рассказывали, половина ушло с лекции. Вот. А потом пришел дяденька преподавать, у него несколько нефтяных заводов, ну, как бы, такой, знаешь, практик такой, вышел, маленький в джинсах такой рваных пришел такой, хоба. И он начал говорить не из учебника, и его все слушали. То есть, ну, понятно, да, мысль моя? То есть, поэтому, давайте, счастливая семья, тема счастливой семьи. Итак, 1 Иоанна. Если есть Писание, или кто-то будет смотреть, или кто-то будет следить. 1 Иоанна. То есть, тема, в основании темы лежит этот стих. Вот этот стих лежит в основании всей темы о счастливой семье. 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. Кто не любит, тот не познал Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. То есть, все просто. Вот Бог, давайте о Боге, чуть-чуть, чтобы нам примерно понимать. Очень люди мало в церквях говорят вообще о Боге. На самом деле, мало вообще кто знает, кто такой Бог, да? Мы его мало характеризуем. Нам бы хорошо вообще какие-то обучающие семинары. Давайте чуть-чуть о Боге. Бог есть любовь. Здесь так написано в этом стихе. Ну, качество Бога, то есть, Бог всемогущий. Мы же знаем, есть качество, которое относится только к Богу. Больше никому их отнести нельзя. То есть, вот все, что с приставкой «все». Абсолютно. То есть, всемогущий. То есть, Бог всемогущий. Люди никогда такого качества себе не припишут. То есть, все, мощь из людей никто не может. То есть, Бог всемогущий. А другое качество. Бог вездесущий. То есть, ну, везде. Вот где бы ты ни был. Он говорит, взойду ли на небо, и там ты. Спущусь ли в преизбодье, и там ты. То есть, поднимусь ли на край земли, и унесусь, и там твоя рука, там твоя... Ну, там ты меня найдешь. То есть, Бог вездесущий. Бог вечный. Вы согласны с тем, что я говорю? Бог вечный. Это все я беру из Писания, просто места Писания не привожу. Есть такая тема, наверное, на подготовке к онам, ее преподают. Вот. Бог вечный. Бог всеведущий. То есть, он все знает. Всесильный. Ну, вы можете сами сейчас дополнять. Вот все, что касается Бога. Всемогущий, вечный, всесильный, там, всеведущий, и так далее, и так далее. Вездесущий. Это касаемо Бога. Мы характеризуем Бога. Бог как личность. Бог. И вот представьте, этот же самый Бог, о нем написано, что он и есть любовь. Не он любит, а он и есть любовь. То есть, любовь, она, вот о любви написано. Помните, вера, надежда, любовь. Помните, такие есть качества. То есть, а пока, Павел пишет, прибывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но он говорит, но любовь из них больше. Почему? Потому что на небе ни веры, ни надежды нет. Там нечего верить, нечего надеяться на небе. Но любовь там останется, остается. Потому что Бог есть любовь. Понимаете? Бог не есть вера. Бог не есть надежда. Но Бог есть любовь. И вот на этом основании я хотел бы и говорить, что Бог есть любовь. То есть, это абсолютно сама и есть любовь. Бог. Любовь, она безгранична. Любовь, она бездонна. Безмерна. Любовь, она не имеет просто широты. Она не имеет долготы, высоты, глубины. Она безгранична, любовь. То есть, ее понять очень сложно. Я сейчас бы характеризовать. Написано в Библии такие, я сейчас привожу тексты, чтобы мы чуть-чуть, хоть бы маленечко, хоть насколько. Человеческий разум отказывается понимать. Я вам сейчас начну говорить вещи, вы просто скажете, это нереально. То есть, все, это ломается, гигабайты искрят. Все, ноль. Человеческий разум, он ограничен, он же в коробке, он ограничен. Вот. Ну, как космос, бесконечен. Вот тоже начинаешь думать об этом, тоже искрить начинаешь. Вот так же любовь. То есть, посмотрите, написано превосходящее разумение. Понятно, да? Превосходящее. То есть, она, все, она за пределами понимания. Любовь к Христову. Превосходящее разумение, любовь к Христову. Понимаете? Вот. Бог, он самодостаточный. Бог самодостаточный. Вот ему одному нормально. Богу. Понимаете, нет? Вот, по идее, по идее, Богу. Ну, часто люди говорят, я, как Вачик тогда, я помню. Я говорю, да ты кому нужен вообще? Он, я Богу нужен. Ну, представьте, Бог и Вачик. И он Богу нужен. Ну, по идее, конечно. Я говорю, Вачик, ты в своем? Зачем ты ему нужен? Он без тебя не обойдется? Он такой, и у него тоже задумался. То есть, я пытался, конечно, нужен. Конечно, он его любит, все нормально. Но, я говорю, просто нельзя думать, что Бог без нас не обойдется. Вы согласны? Согласны, что Бог без нас обойдется? Не обойдется. Вот это вот интересно. Вот это интересно. Вот то, что я вот прямо каюсь в том, что я говорю, что Бог без нас обойдется. Не обойдется. Кто-то интересно. Ну, оно не должно, гордость у нас расти от этого. Но я хочу сказать, что Бог, он, будучи самодостаточным, будучи абсолютным, будучи вот все у него, все-все-все-все-все в нем, есть полнота, вся полнота у него, вся полнота, по сути ему никто не нужен. Но он есть любовь. Но он есть любовь. Оно все ее переполнять начинает. Ей нужен вот кто-то, о ком она будет. Он Бог, он, представь, он Бог. И он создает себе объект. Понимаешь? Человека по образу и подобию своему, чтобы его любить. Он создает Адама. Слышите? Бог создает Адама, чтобы его любить. Это, я бы я назвал так, может быть неправильно будет говориться, проблема любви. Проблема любви. Часто так люди думают. Ну, вот я пример с этим привожу. Помните у меня любимый пример с этим евреем? Когда он говорит, один рыбу ест, еврей, кушает, 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 второй напротив него сидит, смотрит, смотрит, смотрит. Он говорит, что ты смотришь, я рыбу люблю. Он говорит, если бы ты ее любил, ты бы ей аквариум построил, рыбе. Но ты ее съел. То есть, по сути, если бы ты рыбу эту любил, он говорит, я рыбу люблю, я бы... Он говорит, если бы ты ее любил, ты бы ей аквариум построил. То есть получается, если ты любишь, а проблема любви в чем? Ей нужен объект для реализации любви, понимаете, нет? Вот что Богу, чего Богу не хватало? Он источник любви, он есть и любовь. Ему не хватало то, на ком эту любовь он будет, понимаете, изливать. И он создает человека, Адам. Представьте, что вообще Адам такое был? Вот представьте, Адам окружен вообще всей Божьей любовью. Вот один. Представьте, у нас сейчас миллиарда один. Представьте, всей Божьей любовью окружен. Бог приходит с ним лично разговаривать каждый день. Бог создал ему абсолютно там вот все-все при все. Он его там, проблема любви, что она не может просто сидеть и вот она любовь. Любви нужен то, кого она будет любить. Понимаете, нет? Понимаете? Часто люди говорят так, знаете, меня не любят. Вот это эгоизм. Это не любовь. Бывает в семье, жена говорит мужу, меня не любят. Это не любовь, это эгоизм. Если человек требует, чтобы его любили, это гордость, это пораженный дух, это то, что сломалось в Эдеме через дьявола. Это то, что сломалось. Когда заявления идут, меня не любят, меня не понимают, меня не слышат, это гордость. Это не любовь. Любовь, она никогда не говорит, меня не любят. Она абсолютно о себе не думает. Любовь о себе никогда не думает. Бог о себе не думает, когда он любит человека. Вы понимаете? Он все, он все для него. Он абсолютно без, без, без условий. Он абсолютно без условий для человека. То есть, и что дальше происходит? Смотрите, Иеремия 31.3, читаем, если у кого есть Писание, Иеремия 31.3, издали явился мне Господь и сказал, помните, что он сказал Иеремии, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе свое благоволение. То есть, Бог так любит человека, представьте, тебе говорит сама любовь, что я люблю тебя всегда, я любил тебя, когда тебя еще не было, у меня в плане ты был, я знаю, как твой путь будет дальше, я вообще, все мое естество для тебя, все, я весь для тебя, я для тебя, я люблю тебя, любовью вечную. Представьте, что переживает человек, который слышит это, представьте, что в нем происходит, Бог это источник любви, он все небо, все творение, все для человека. Вы знаете, что все для человека было создано? Все моря, все планеты, все было для человека создано. Реально, реально, но человеческий, что сделал дьявол, у человека гордость подошла, о, ничего себе, я, представь, то есть сломал, дьявол что сделал, он сломал, вот только у дьявола это было, больше ни у кого этого не было, дьявол взял и человека разбавил, вот этой гордостью. Я пораженный дух, основная проблема человечества это пораженный дух, вот это я, эгоизм. Вот, смотрите, Бог наполняет человека любовью, наполняет, то есть Бог любит, Бог изливает, изливает, представьте, он этого Адама, он с ним беседует, он о нем заботится, он ему все покушать там сделал, он ему сделал род занятий, чтобы ему интересно было. Он понимает, что у Адама заложен потенциал по образу Бога, то есть он творец, он ему дал право называть там деревья, называть животных, что-то там делать, что-то творить. Он вообще, ему интересно было, ему не просто было, он там это, ему интересно было. Впервые он увидел там какого-то кита, впервые, представьте, бушуют море кита, Бог ему представляет, вот это кит, как название небо, он называет, как будет, вот это кит будет. Вот, ну давай кит, хорошо, представьте, хобо море утихло, хобо дельфинчик выплывал. А это как? Ну это дельфин, ну ладно, давай дельфин, ну прикинь, как было Адаму. Я не представляю, какие отношения он имел с Богом, этот Адам. Он же называл этих животных, помните, как там было? Что дальше? ну и все так далее фрукты деревья там плоды там все он это сколько надо было всего там когда отдам это все я смотрите у бога любовь такая она же вечная мы же все понимаем она никогда не перестает слышишь я хочу сейчас тебе сказать бога любовь то есть он есть любовь он не перестает он любит тебя и не перестает ты говоришь ну а если не если ну а вдруг не вдруг мы пытаем мы все мы тут отказываемся понимать человеческий мозг тут все от как нет нереально реально то есть он пытается человеку сейчас кто будет смотреть сто процентов начнутся споры в комментариях начнутся споры в комментариях смотри ну если ты так то я так ветхом завете помните есть такие места то есть если ты вот так тогда я вот так это бог говорит там есть такие а если ты будешь вот так вот так вот так тогда я вот так вот так вот так то есть ветхом завете слышишь это все ветхом завете не так на самом деле бесконечная любовь бесконечно он любил израиля всегда он пытался на него воздействует но он его любил всегда если тот ничего не исполнял он все равно любил если ты падаешь он говорит я не могу сам от себя отречь а если я если я если я а если я там грех такой и такой сделал то ты меня любить не может так как не будет да будет он еще больше тебя будет любить он плакать он будет любить понимаешь что он потом сделал он говорит он потом взял сына да слышишь он сделал он в конце концов на кульминации времен он вообще отдал сына чтобы спасти человек он любит всегда сегодня ты в церкви сегодня ты оступаешься он любит сегодня ты хромаешь он любит сегодня ты ушел может быть плюнул на все набраться на церковь на все там ушел куда-то там куда-то все ничего не надо может быть грешишь грешишь он не перестал он любит тебя он любит тебя когда ты вообще уже отчаялся когда ты умереть хочешь он любит тебя он с креста будет звать тебя он с креста быть знаешь что самое сильное что он никогда не будет тебя обвинять, что он никогда не будет тебя укорять, что он не будет тебя унижать, что он не будет тебя долбить. Люди будут долбить, люди будут укорять, люди не вывезут, не смогут. Когда человек в грехе уже живет, погрузился, все, люди отказываются, люди начинают воспитывать, что-то там ругать, что-то там даже христиане, особенно христиане начинают ругать. Бог не так. Он будет тебя любить, когда все отвернутся. Он не может не любить, он Бог. Он есть любовь. ее убивали, ее убивали, Иисуса убивали. Вы знаете, вообще, вы знаете, какое откровение у меня есть? Я вообще в шоке. Я от этого откровения в шоке. На небе все сотворил Бог. На небе. Вы об этом знаете, да? На небе нету человеческого ничего. Согласны? Есть только одна деталь, которую человек сделал. Прикинь, на небе, в раю, в небесах, в славе Бога, сегодня есть одна деталь, которую сделал человек. Я это услышал от одного. Меня так это поразило. Знаете, что? Раны Иисуса Христа. Они есть сегодня на небе. Раны Иисуса Христа на небе. Вот это сделал человек с любовью. Вот там они есть на небе. То есть он с ранами. Иисус с ранами. Он везде является с ранами. Руки пронзенные, ноги. Вот это сделал человек на небе. Вот все на небе создано Богом, только одно. То, что создано человеком. Ну, как бы, черкнул человек все-таки. Мазнул. Залез. Творец. Понимаете? То есть человек постоянно ругается над этой любовью. Унижает эту любовь. Глумится. Предает. Как коварно поступает. Но любовь, она не может. Она все равно любит. Представьте. Любовь все равно любит. Любовь всегда прощает. Любовь всегда долготерпит. Любовь никогда не перестает. Любовь всегда заботится. Любовь всегда будет о тебе переживать. Будет о тебе думать. Будет тебя любить. Любовь всегда будет так. Любовь никогда не требует взаимности. Слышите, есть ошибка. Что что ему нужна взаимность от нас. Мы не можем, если ты реально пережил, познал эту любовь, пережил, познал, углубился, принял, ты не можешь взаимно не поступать. Но я вас уверяю, давайте другие тексты откроем. А надежды не представляешь, смотрите, потому что любовь Божия, любовь Божия, о чем проповедуем? Излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь Божия излилась, любовь излилась. Это бесконечный процесс. Любовь излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Смотрите, дальше. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. То есть любовь, она не дашь на дашь. Любовь, она не требует взаимности. Мы ничего из себя не представляли, когда любовь пошла за нас умирать. Мы ничего из себя не представляли. То есть, понимаете, он умер, не ожидая, что мы потом начнем какие-то добрые дела делать. Может, и не начнем, он все равно любит, все равно умер. Смотрите, написано, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, кто может быть и решится умереть. Но Бог, смотрите, восьмой стих, свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он доказывает свою любовь. Что это дает человеку? Вот все, что я перечислял сейчас о Боге, о его любви. Что это дает человеку? Это дает человеку уверенность. Бог любит меня. Написано в Библии, знаете как? 1 Иоанна 4, 16, 17. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Ну, как бы призывают апостола, но суть всего этого, что мы имеем уверенность, мы поверили, и мы имеем уверенность, дерзновение, уверенность. Бог меня любит. Люди предают. Люди не понимают. Бог меня любит. Бог за меня. Бог со мной. А эта любовь, она поднимает, когда человек отступает. Она поднимает. Понимаешь? Эта любовь, она лучше всего возвращает к Богу. Понимаешь? То есть ничего лучше, никакие укоризны, никакие обвинения, никакие там наказания, никакие суды не возвращают к Богу. Это только отталкивает. Только любовь возвращает. Понимаете? Любовь обличает лучше всего. Бескорыстно, бесконечно, безответно, беспринципно, безусловно, без всяких там, а если, а может быть, а вдруг, а потому что. Просто любовь, она лучше всего, и тебя и возвращает, и ведет. И вот теперь, смотрите, Бог наполняет, наполняет, наполняет Адама. Наполняет, 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 бесконечно наполняет, наполняет. Каждый день вот эта забота, вот это внимание, вот это любовь, вот это любовь. Вот он Адам, прикинь, такой раздутый уже, любовью весь. Что требует любовь? Качество любви, проблема любви, я о ней говорил. Она, ей всегда нужен объект. Понятно? Любви всегда нужен объект. Эгоисту, он сам себе объект. Понятно, нет? Эгоист, он себя любит. Он в зеркало смотрит, ему хорошо. Эгоист. А любовь, ей всегда нужен объект. И вот Адама раздувала, раздувала любовью, от Бога. От общения с Богом. И Бог понимает это. Так что взаимность-то Богу не надо, а нужен объект, на ком свою любовь дальше. Он говорит, слушай, нехорошо быть человеку одному. Давай сотворим тебе помощницу. Будешь любить. Понимаете, проблема теперь семей какая? Я подошел к самой проблеме счастливой семьи. Проблема семьи, что женщина была создана от начала, чтобы ее любили. У нее предназначение было такое. То есть она, по сути-то, больше ничего не была. То есть, Адама Бог создал полноценно, на самом деле. Вот как Бог был полноценный, и Адам был. Но он говорит, слушай, Адам, ну куда вот тебе вот столько любви, я тебе даю, 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 даю. Тебе на ком-то ее тоже. Давай возьмем от тебя часть, и будешь любить, будешь заботиться, будешь окружить заботу, любое внимание, все. Понятно, что какую-то часть она будет тебе отдавать, но, ну как и мы, что-то Богу же пытаемся отдавать, какую-то любовь, но это же все такое. То есть, говорит, давай, Адам. Да? Он да, давай. И он создает ему помощницу, от него берет и создает ему помощницу. То есть, вот эта проблема, так скажем, сегодня несчастья семей, и в этом тайна счастья семей. Понимаете? Что женщина изначально, у нее одно предназначение было, чтобы ее любили. Ее создали, как объект любви. Адама, как вот Адам от Бога переполняется любовью, а он должен был отдавать свою любовь женщине. Но сегодня, как бы, такая ситуация в семьях, вот теперь уже к семьям переходим, ситуация в семьях, что часто, как бы, требуется справедливость в отношениях. То есть, часто сегодня в семьях проблемы, из-за чего семьи, распадаются. На сегодняшний день, я знаю, в церквях, вот нашего, именно, течения христианского, 4-5 разводов, на грани разводов. Вот я, где там, по крайней мере, как-то беседовал, и имею какое-то там, ну, как, участие в этом, чтобы пытаться это все там как-то вернуть на рельсы свои. Вот, смотрите, на грани разводов, 4-5 всяких семей. Почему это все возникает? Почему несчастье? Поэтому многие не разводятся, живут, но живут, как сказать, вот я знаю такие семьи, вот недавно разговариваю, живут, потому что нельзя разводиться, потому что надо жить. Типа, так принято, так положено, и вообще это зло разводится. Они понимают, что это зло, и просто живут, терпят друг друга. И так всю жизнь живут, и мучаются. По сути, мучаются. Мучаются, живут, 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 живут. Почему? Потому что отношения выстраиваются на некую справедливость. Справедливости часто не бывает никакой. То есть, а муж говорит, я по 8 часов в день, по 10 работаю, я по 50 тысяч приношу денег. Она ему, а я, я там с детьми целый день, там пеленки, распашонки. Он, а я, а я там, а она, а я, и вот они такие, вот понимаете, семья. И вот они, а я, а я, перетягивание канат, перетягивание одеяло. То есть, смотрите, как об этом говорит Иисус. Очень интересно. Он говорит, если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящие их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, которые, от которых надеется получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но он говорит, но вы любите врагов ваших, благотворите взаймы давайте, не ожидайте ничего, и будет вам награда великой, будете сынами Всевышнего, ибо он благ к неблагодарным и злым, он любит, не ожидая от них ничего, а мы любим, всегда ожидая, я скажу разницу, это эгоизм, и вот здесь эгоизм смешивается с каким-то намеком любви, Знаете, еще есть подделка, еще есть такая подделка, когда мужчины, я сейчас сегодня беседую с братьями, во-первых, если говорить о реабилитации, там вообще путаница, если говорить о реабилитации, он часто мне говорит, я хочу жениться, я говорю, садись, все понятно, отошел от наркотиков, от алкоголя, там чуть-чуть у тебя это, ну мозг же заспиртованный, видели лягушки заспиртованные там есть, или там это в колбах, в колбах, вот мозг заспиртованный или загероиненный там какой-то, И вот представьте, он в себя приходит, оздоравливается, оздоравливается, бам, чуть-чуть оздоровался, у него начинают функции работать там, какие-то там, ну сперва, первое, что начинает, это пищеварение, через 3-5 суток, ну а там месяца 2-3 проходит, у него половые функции начинают шевелиться, там он все, он оба, увидел такое, все, жениться хочу, то есть это не жениться, я пытаюсь объяснить, это не жениться, это называется, ты просто женщину захотел, Это не жениться, потому что жениться, это другое, жениться, это ответственность, жениться, это забота, жениться, это попечение, жениться, это ты ответственен за духовное состояние, это ты ответственен за воспитание детей, это ты ответственен за материальное обеспечение, это ты ответственен за где будут жить, как будут жить, на чем будут ездить, на чем будут спать, что будут есть, жениться, ты ответственный, И это прежде всего ответственность, жениться это не просто хочу женщину, поэтому давай сядем сейчас с тобой и разберемся, что ты хочешь, женщину или жениться, ну, наверное, женщину, женщину хочешь, поэтому нужно молиться, хорошо пост помогает, поститься, ничего страшного, надо вот подсушить эти желания, вот, а жениться, когда созреет, то другое, там будет и половые вопросы, но это уже, как говорится, дополнение к основному, то есть не основное, на этом строить нельзя, поэтому часто очень братья, жениться хочу, стоп, садись, ну, это с реабилитацией, с реабилитацией, а если говорить, а если говорить о вообще христианах, ну, еще есть такое в молодежи, в молодежи, то тоже у них жениться хочу, и он женится, я люблю ее, знаете такое, слышали, может быть, ну, или я люблю тебя, там еще, все, люблю, то есть здесь вопрос, как с рыбой, понимаете, вопрос, как с рыбой, часто бывает, что люблю себя, очень люблю себя, больше всего на свете, и никого вокруг вообще не замечаю, но потому, что я себя люблю, мне, короче, объект моего вожделения, вот этот, подойдет, часто так бывает, вот мне, любимому, такому вот важному, знаменитому, классному, единственному, неповторимому, вот это вот, для моих удовлетворений, и всех потребностей, и вокруг меня, чтобы оно там шевелилось в жизни, подойдет, это называется понравился, ну, девушка, это не люблю, все, понравился, и он, любя себя, выбрал себе объект, ну, как машину выбирает, это же не значит, что люблю машину, правда, ну, просто понравилась машина, купил, ну, ты же не говоришь, я люблю эту машину, потому я ее купил, ты же не говоришь, я люблю этот шифонер, ну, там, к примеру, в магазине ходишь, Не говоришь, я люблю, там, эту квартиру, там, что ты любишь, ну, квартира такая, просто понравился дом, понравилась машина, ты ее купил, я там взял, так же самое и женщина, тебе просто понравилось, для тебя любимого, но это не люблю, это не люблю, это так создаются семьи в обычном мире, так, вот, и почему чаще всего они недолго и бывают, эти семьи, вот, то есть, ну, бывает, просто нельзя разводиться морально, вот они живут, там уже никаких нету отношений, не приросло, знаете, вот, не срастается, когда оно срастается, это вот как одно, как одно, бывает, человек потерял любимого человека, умер, жена или муж, вы замечали, что 2-3 года, и хоба, и тот ушел, все, не может жить, не может, вот 2-3 года, это, как это, как это мистика в этом, я даже замечаю, не может человек жить, вот у меня сейчас мама потеряла, папа умер, все, она на глазах, она все, сохнет, она меньше, она не может, она приросла, оно одно, оно вот, 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 любимый, единственный человек твой, Здесь не вопрос постели, поймите, часто люди вообще не туда, какая постель, здесь не вопрос, здесь что-то вот большее, это любовь, оно понимаете не то, это от тебя оторвали, это твоё, ушла часть тебя, умерла, всё, что жить, уже человек теряет смысл, понимаете, если оно приросло. Бывает, что здравость какая-то преобладает, но уже человек просто, вот что-то там есть такое в душе, в духе, не знаю как объяснить, поэтому любовь, она никогда не требует равноправных отношений. Вы замечали, мать бывает любит, мать бывает любит, там такой, не знаю, слова подобрать, сыночек, а она ему прощает, она его покрывает, она с нём заботится, он там гадит, 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 у кого срок сидишь. Ну, матери любови тоже бывает Астана уже, мы говорим, сидишь в тюрьме, передачи везут, 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 какой-нибудь там пряник заехал, ну давай его сразу к себе, там всё, там с ним как бы дела, там решаешь, там с чай заваришь, всё, ну это всё, покуда ему везут. Какой срок сидишь? Второй. Ладно, ну, а ты как, ну я уже там четвёртый, уже не везут. Первый везли, второй везли, четвёртый не везут. То есть, получается, понимаете, родители, они у них больше хватает, чем вот просто где-то отношения между людьми, межличностные. Родители, они как-то больше что-то Бог всё-таки родителям дал от своей любви, как-то вот матери, особенно, отсюда, они больше, чем просто межличностные отношения между людьми. То Божья любовь, Божья, мы сейчас о Божьей любви говорим, она, 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 ну, как объяснить, она неравноправная, она неравнозначная. Божья любовь, она безусловная, Божья любовь, она бесконечная. Ты будешь плохо делать, он будет любить, ты будешь предавать, он будет любить, он Бог. И вот это именно любовью он наполняет человека, если он с ним общение имеет. Если человек вернулся, как Адам, потеряно было, как Адам сегодня через Иисуса вернулся к Богу, к общению с ним, имеет молитву, имеет слово, имеет постоянные тесные отношения с ним, то он будет переполняться, он будет преображаться, он будет познавать эту любовь, он будет постоянно ей наполнен. И он тогда, ему нужен объект любви, этому человеку, ему тогда нужна жена. Вот тогда ему нужна жена, не раньше. И вот тогда эта жена появляется, как объект любви. Жена тоже будет наполняемой, наполняемой, муж будет залюбить, любить. Она будет не мыть пол, а он ее будет любить. Она не будет стирать, а он ее будет любить, он сам возьмет постирать. Она не будет, она не сварит ничего, он сам сварит. Она в оконцовке, я помню, так у меня было, я прихожу домой, смотрю, не помыто. Не помыто, не убрано, все там, какую-то книгу она взяла читать. Какую книгу сроду не читал ничего. Думал, мил, ты моя. Я сперва там глава семьи домой пришел, знаешь, такой. Глава семьи домой пришел. Сейчас я думаю, я хотел ногой уже по ведру там, знаешь, такой. А потом, а мне давным-давно, мне Бог говорил, я буду главой твоей семьи. Мне слово было внутри, в духе. И я уже хотел там что-то там заявить, что я глава семьи, и вдруг слово это опять у меня. Я глава твоей семьи, не ты. Я такой, оба, такой, ну, походил, походил такой. А у меня столько было происшествий, и аварии были, и переломанный я лежал. У меня сломался позвоночник, там, я же вообще лежал под себя в туалет. Столько было событий, когда реально Бог являлся как глава семьи. Он прям заботился. Если бы не Бог, тогда я бы просто не знаю, что было. То есть у меня было это свидетельство, оно в моем сердце было, что Бог глава семьи, не я. Тут амбиции надо поупрятать, а то сдуешься быстро при определенных обстоятельствах. И я тогда понимаю, что Бог глава семьи, а я тогда что? А я тогда, ну, а жена-то всего лишь помощница у меня. А получается делать-то я сам все должен. То есть жена-то всего лишь помощница, я такой стою. То есть он глава семьи, делать я сам все должен. А жена просто помогать будет, если я что-то буду делать. Если я ничего не буду делать, помогать не будет. Ну, понимаешь, да? И я такой, ну ладно, там что, тряпочку взял, воды налил, давай полы мыть, короче, одной рукой после работы. Представь, пришел с работы, разделся, переоделся, давай ползать, полы мыть. Ползал, ползал, ну а с одной рукой много ты там намоешься? Ну я мыл, честное слово, уже мало там как мог, мыл, она что-то читала, читала, бросила. Ты что делаешь, дай я, Полинка. Я говорю, да ну, я сам. Да да, хватит, ты меня обижаешь. Я говорю, так что не мыл ты раньше? Да не знаю, что-то вот. И она, она без зла, она просто что-то вот там зачитала с книжками каким. Понимаешь, то есть давай-давай, все, прекрати, не это, ну не обижай меня. И сама все быстро помыла, все быстро там давай, все мыть, посуду, все, снялся вопрос. Но, ты понимаешь, никто не, если бы я пнул по ведру, что бы было? Если бы я там начал командовать, что бы было? То есть вопрос снялся как? Ты, но я даже не могу, это практически какие-то вещи, да? Это какие-то вещи житейские, то есть ты начни делать. И уйдет вопрос, любовь, она безответна, она без условий, она без принципа, она бескорыстна, она без... Ну, она не требует назад, настоящая Божья любовь, она не требует назад. У нас бывает, мы называем это любовью, но когда мы... Он говорит, но если вы любите любящих вас, так же грешники делают, это не то. Бог любит не так. Бог любит, Бог сына отдал, он же не требует, чтобы мы сына отдали. Бог сына отдал, он же не требует, он не требует, если хочешь, он будет восхищаться. Но он не требует никогда. То есть вот это вот, вот это вот утеряно сегодня в семьях. Вот это тайна того счастья, которое Бог заложил в семью. И женщина, когда она переполнена этой любовью, когда она переполнена этой любовью, которую Бог дает мужу, и муж, он ее по сути передает жене, отдает жене. Она переполнена, ей тоже нужен какой-то объект любви, женщине, проблема любви. Таким образом в семьях появляются дети. Именно таким образом, что женщина, ей тоже нужно о ком-то заботиться, о чем-то она, ну если детей нет, бывает собачку покупают, я видел. Кошечку там, да. Ну это у тебя не кошечка, у тебя там какой-то динозавр. Вот. Но вообще вот начинает что-то, но ей надо, она, это она не виновата в этом. Ее вот наполнять, наполнять, ей надо куда-то отдавать свою любовь, о ком-то заботиться. Что-то вот надо, вот понимаете. Она начинает реализовываться. Ведь это же самое Бог заложил в отношении между братьями и сестрами. Пойми, если ты имеешь, уже теперь возьмем женщину, она же имеет прямой сегодня доступ к Богу. Она же тоже может получать эту любовь, и начинает появляться служение. Служение. Что такое служение? Он говорит, он говорит, если любишь меня, так делай, Иисус. Что такое служение? Служение это вымещение любви к ближним. Понимаете? Полученное от Бога. То есть Бог есть любовь, Он раздает эту любовь всем. А мы проблема любви. А в чем преломление, искажение? Почему сегодня проблема? В семьях или в церквях, или в личностном хожении? Потому что человек требует к себе любви. Это не любовь, это гордость, это эгоизм, это сломанное состояние. Требует к себе любви. Меня не любят. Слышали такое? Это вообще гордость. А со мной не равнозначно обошлись. То есть это гордость. Просто обычная гордость. Поэтому, когда сердце переполнено любовью от Бога, оно всегда будет отдавать. Допустим, давай приведем пример, что жена, она взята была от мужа. Для того, чтобы ее любили. Взята была от мужа, для того, чтобы ее любили. И есть такое, иногда бывает в семьях, что жена как бы хочет верх взять. Ну, такое бывает в семьях. Проблема, так скажем, нарушения счастья. Жена, бывает, вверх хочет взять. Либо берет в силу от того, что там что-то. Понимаете, тут вопрос такой, что все равно, как ни крути, все равно, как бы ни было очевидно какие-то вещи, все равно жена была взята от мужа. И здесь произойдет нарушение. Может быть, она у нее IQ выше. Может быть, в силу каких-то там особенностей у нее характер тверже. Но она взята была от мужа. Ей все равно придется быть за мужем. Ты тут как ни крути, почему? Потому что она взята была от мужа. Не муж от жены. Не муж для жены. Жена для мужа была создана. Поймите. Здесь очень все просто. Здесь как бы на примерах жизни, если сказать. Ну, вот, допустим, вот колесо создано для машины. Мы же не можем сказать машина для колеса. Правда, создали люди колесо. Потом думали, думали, дай машину, прилепим, и дело пойдет. То есть, так же было изначально с человеком. Так же было изначально. Ну, то есть, потешно звучит, согласитесь. Так же самое было с человеком. Бог создал человека и потом жену для человека. Не наоборот. И почему происходит проблема? Люди как бы понять не могут. Я не против сестер. Я не против никого. Мне никакой феминизм не нужен. Ничего мне не нужен. Я за здравость. Но я просто хочу, чтобы счастье вернулось семье. Счастье. Здесь есть некоторые нарушения принципов построения семьи. Некоторые принципы нарушаются. Потому что жена для мужа. И она взята от мужа. Поэтому мы с вами легко начинаем смеяться, когда я говорю, что создали люди колесо. Сидели, думали, думали. И решили для него создать машину. То есть, это же абсурд. Ну, мы же все понимаем, что сперва была машина, а потом колесо. Так же самое и сперва был мужчина, а потом женщина. Для него. Поэтому и построение счастливой семьи таким планом и строится. Но чтобы вернуть счастье в семейные отношения, чтобы вернуть полноценность семейного, вот этого земного счастья, нужно мужьям прийти и полноценно настроить и наладить отношения с Богом. Мужьям. А сестрам нужно просто вот встать на правильное положение в семье. Не требовать, не доказывать, не унижать, не оскорблять. Просто вот молиться и ждать. И своего мужа больше где-то мотивировать, чтобы он имел отношение с Богом. Я думаю, все это и так есть с семьей. Но где-то вот немножечко бывает подхрамывать, и получаются какие-то такие вещи. То есть, мужу, чтобы ему любить, жену, ему нужно получать эту любовь от Бога. Получать каждедневно ее в молитве, исполняясь Духом Святым. Любовь излилась сердца нашим Духом Святым. Если у мужа нарушаются отношения с Богом, нарушается и баланс в семье вот этот вот. Если жена встает, где-то залазит вперед, соответственно, нарушается баланс в семье. То есть, здесь нужно правильно вот эти тайны, чтобы были выстроены. Да будет имя Господне благословенно. Да будет имя Господне благословенно. Что же, давайте помолимся Богу, чтобы Бог нам дал быть счастливыми в земной жизни.